С патриаршем визитом в Украину прибыл католикос всех армян Горигин II. Сегодня он осветил самую большую армянскую церковь Восточной Европы в Днепре, а накануне фундамент строящегося кафедрального храма в столице и посетил ряд мероприятий армянской диаспоры. Все подробности в материале Марина Григорян. Возле новой церкви имени Григора Просветителя сегодня многолюдно, ведь сам католикос всех армян Горигин II освещает новую святыню. Первый камень тут заложили в 2003-м. Церковь строили общими усилиями, ведь в Днепре проживают более 50 тысяч армян. Предусмотрели все. Помещение, где будет зал для сборов, трапезная, воскресная школа. Возле церкви установили хачкар – традиционный памятник, который есть в каждой армянской святыне. Уже несколько лет тут проводят уроки армянского языка и учат национальной культуре. Особенность храма в том, что его долго ждали и будут составлять живой частицей этого храма наши прихожане. Вот в чем особенность храма. А слава Богу, что она из камня, из армянского туфа, абрикосового туфа. Да, очень много труда тут вложили наши меценаты, благотворители. Но самое главное, чтобы эти камни ожили молитвой. Вы понимаете значение этого камня? Это же как частица Армении. Для нас это очень важно. Ну, не знаю, и для семьи нашей. Да, я думаю, для всех армян нашей области. Именно открытие в Днепре. Патриарший визит двухдневный. Вчера вечером католикос осветил фундамент строящегося кафедрального храма в столице. Кстати, именно эта святыня в Киеве станет самым большим армянским храмом в Европе. Прямо на строящейся площадке храма Горогин II наградил председателя Союза Армян Украины Вилена Шатваряна орденом святого Нерсеса Шнор-Али. Многим достижениям армянской диаспоры представитель духовенства и дипломаты говорят обязаны в первую очередь работе главы диаспоры. Союз Армян Украины, наверное, в мире это единственная диаспорская организация, которая работает со всеми армянами. Посольство, диаспора, наше духовенство тоже. Мы едины. В ходе мероприятий католикоз всех армян Горогин II посетил и квартальную конференцию Союза Армян Украины. Глава Союза Вилен Шатварян вручил ему орден имени Григора Просветителя. Наградили и активного деятеля диаспоры. Это звание получил основатель Киевского международного университета Хачатур Хачатурян. Именно его по армянской традиции избрали крестным отцом храма, который строится в Киеве. Награждали и студентов, и спортсменов. Для них разработали специальную программу стипендий. В этом году Союз Армян Украины признали самой эффективной диаспорой в мире. В Союз Армян Украины есть два фонда. Один фонд используется для строительства церквей, а второй фонд используется для вознаграждения студентов, которые хорошо учатся. Мы недавно ввели программу по оплате учебы студентов, которые достигли больших успехов. Достижения у нас большие. Нас в этом году признали лучшей диаспорской организацией мира. После конференции участники общались в неформальной обстановке, за торжественным обедом. Там посол США в Украине Мария Иванович отметила, что является другом армянского народа. И много лет проживала и проработала в Армении. Присутствовал на торжестве и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. В Союзе Армян Украины своими достижениями гордятся. И уверяют, самые грандиозные проекты еще впереди. Марина Григорян, Елена Миндалюк, Андрей Ярковой, Сергей Еременко, Евгений Каденцов. Подробности телеканал Интер.